Здесь тоже фронт, но только тихий. В Истоке развернулось ручное производство маскировочных сетей для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об особенностях мастерства плетения и людях, проводящих за рутинной работой часы, смотрите в нашем сюжете. Вот это самое, можно сказать, из всех работ, это одна из самых простых работ. Здесь только вязать, но, конечно, просто смотреть внимательно, чтобы это было естественно. Никаких сильных навыков, какой-то сложности, вот эта работа не представляет. С ней может любой человек справиться, было бы желание. Вот так, стежок за стежком, полоски серой, зеленой и коричневой ткани превращаются в сети для маскировочной военной техники и блиндажи. Во дворце культуры Исток расположился не только пошивочный цех. Теперь здесь стоят каркасы, на которых плетут камуфляжные маскировочные сети. В январе мы начали заниматься сетями. Татьяна и Сергей Агафоновы взяли на себя такую ответственность и создали здесь производство, потому что там не просто надо шить или плести, надо понять, какая сеть, как плести, какие узоры, какая ткань, какая подойдет, какая не подойдет. Вот они взяли на себя эту ответственность. А стенды, вы знаете, наши мусульманские братья города Серпухово, и вот Мансур со своими людьми приходил и делал нам здесь стенды. Здесь рады любому, кто пришел на помощь. Новичкам выдаются схемы, на которых обозначено расположение лент по цветам и проводят мастер-класс. Работа несложная, но кропотливая. Одну такую сеть размером 3х6 волонтеры плетут 8-10 часов без перерыва, при условии, что над ней трудится 8 человек. Ткань для сети легкая, не блестящая, чтобы не привлекало внимание. Особые требования – размеры. Она должна быть 2х3 и 3х6. У нас обратная связь с ребятами с передовой, куда мы точечно отправляем сети. Это же волонтерское движение. Мы точечно отправляем. Они нам потом говорят, прям расстилают где-нибудь там и пишут. Ваша сеть идеально подошла. Все, классно. То есть мы понимаем, что надо плести вот это. Или пишут, надо более грязный цвет, например, там. И мы покупаем камуфляж более грязного цвета. Ну, под грязь, да, понимаете, чтобы была маскировка. Вот сейчас мы плетём вот таким образом. Это немножко более усложнённое плетение. Но зато оно не даёт. Оно даёт, например, даже с квадрокоптера, когда это смотришь, оно размыто. И то есть оно полностью маскирует то, что закрывает. Их плетут по разным техникам – плотно или рыхло в зависимости от погодных условий и ландшафтной местности. Зимой нужны похожие на грязный снег, так как на передовой редко встретишь белоснежные поля или снежные сугробы. В межсезонье ближе к земляным оттенкам, а для лета солдаты используют тип листва. Они создают эффект шевеления веток и листьев. Так просят бойцы. Я здесь, наверное, третью неделю испытываю такое наслаждение, что хоть чуть капельку, хоть чем-то. Сейчас в группе волонтёров по плетению сетей чуть больше 200 человек. Все они разного возраста и разной занятостью. Наталья – работающая мама с рабочим графиком 2-2. Её муж и свекровь – активные волонтёры нашего города. Я прихожу к 11 и до 5 здесь практически. Ну, когда у меня прямо есть дела, конечно, я ухожу пораньше. Работа в ДК осуществляется ежедневно. Люди приезжают с утра, в течение дня и в вечернее время после работы. По словам организаторов проекта, с каждым днём желающих присоединиться становится больше. Работают слаженно. Многие приходят с семьями или с друзьями. По словам волонтёров, их труд – это зов сердца. Галина Минаева, член Серпуховского отделения Союза женщин Подмосковья, здесь уже третью неделю. Приходит почти каждый день. Говорит, если правильно распланировать свой день, всегда можно найти 2-3 часа. В наш дом пришла беда. Нам здесь этого не понять. У нас есть тепло, вода, свет. Мы спокойно спим. Нам не падают на голову снаряды. Но нашим ребятам там тяжело. И я думаю, что все мы должны помочь. Хоть как-то нашим ребятам там, которые защищают нас, наших детей, наших внуков. Поэтому прийти сюда и поработать 2-3 часа в день, я считаю, что может быть в каждом. У Александры личная причина – прийти плести сети. Её муж сейчас находится в зоне специальной военной операции. Здесь, в Истоке, она встретила много женщин, у которых мужья, сыновья, братья тоже сейчас находятся в зоне боевых действий. У таких волонтёров особое отношение к делу. Я когда сети плиту, я всё время с какой-то мыслью о положительной плиту сети говорю, если сеть моя спасёт хотя бы одну жизнь, то я сюда пришла не зря. И сейчас мне вот хотелось бы, чтобы как можно больше людей задали себе вопрос, а что я конкретно могу сделать для ребят и для фронта. Волонтёрская работа в Истоке началась осенью. Сначала шили тактические носилки, затем пятиточечники, балаклавы и тёплые снуды. За день отшивают 80-90 штук. На весну у нас прям оттуда заказ, опять же, передовой. Очень много цепляющихся растений, репейника, которые попадают в ботинки, в сапоги. Неудобно ходить, больно. Пошив заказали, как это называется, вот эти вот гамаши. И вот разработка у нас лежит. Первые гамаши мы отправили, нам внесли там, на передовой, внесли замечание. Сказали, что резиночка другая должна быть, это пережимает артерию. Вот, мы сейчас это всё исправляем, и уже будет вид гамаши, которые весной, не сейчас, весной очень нужны. В настоящее время волонтёрская работа вышла за пределы Дворца культуры. Сейчас плетут сети в Большом Грызлово, Протвино, Левашово, Росимёновском, Пролетарском. Каркасы для работы поставили и в Серпуховском колледже, чтобы студенты в свободное время могли помочь. На сегодняшний день добровольцы отправили в зону проведения СВО более 13 маскировочных сетей. Всё для наших ребят, с Божьей помощью. Все, кто желает принять участие в изготовлении маскировочных сетей, могут прийти в ДК «Исток» в любое время с 9 утра до 5 вечера. Помочь можно не только трудом, но и материалами.